Всем привет! Это обзоры Лего ибо аналогов от Клинкрасна, и сегодня у нас в обзоре настоящий Лего-раритет Совита, набор серии Лего Звездные Войны под артиклом 75002, который называется у нас AT-RT. Набор у нас с 2013 года выпуска, здесь у нас количество мини-фигурок 4, ну и если учитывать, что данная дробь у нас мини-фигурка, количество деталей 222 штуки и рекомендованная розничная цена на 2013 год 1399 рублей. Да, вот такая, скажем, красота у нас продавалась сегодня за 1399 рублей, но вы сами понимаете, что на тот момент это тоже были деньги, достаточно вот такие весомые. Это у нас знаменитый шагоход AT-RT, насколько мне не изменяет память, это вторая версия данного шагохода, до этого у нас была версия 2005 года, такая старенькая классическая, олдскульная, примерно в таких же размерах, в таких же масштабах. В данной же у нас версия у нас шагохода, это шагоход 501-го легиона и как бы он у нас из мультсериала Война Клонов. Ну, если смотреть на нас классическое такое изображение на упаковке, на инструкции, то, скорее всего, здесь изображена битва приумбаре, ну, мне, по крайней мере, она ее напоминает, но непонятно, что здесь делать у нас. Йода его там не было вовсе и такого дроида-снайпера тоже не было, ну, не суть. Леги частенько любили всякое такое придумывать и получались такие интересненькие наборы. Набор действительно интересный, он необычный, неординарный, своей вот такой постройкой, большой и нелепой, и мини-фигурками. Ну, давайте посмотрим мы на коробку для начала, сразу извиняюсь, что она у меня вот так стоит, потому что надо, если ее поставить так, неудобно будет видно на камеру, но я попытаюсь вам все показать. Здесь у нас Йода на лицевой обложке, достаточно тоже интересный рисунчик, три мини-фигурки. Кстати говоря, здесь ошибка, не показано, что Йода новый. В действительности, новый Йода, его больше нигде, кроме этого набора, нельзя было встретить, и чем он отличается от других, я чуть позже расскажу. Ну, и сзади у нас функции набора, набор достаточно у нас ограничен в функциях, то есть у нас лапки разгинаются, пушка крутится и вообще больше ничего такого особенного. Инструкция. Инструкция тоже довольно-таки интересная, она у нас тоже вертикальная, как и коробка, достаточно плотная, как оказалось. Было у нас здесь три пакетика. Первым собираются фигурки, дальше ноги и сама основная часть шагохода. Что интересно в данной инструкции, так это у нас не на всех, а вот на некоторых, на двух, по-моему, только встречается. Вот Йода. Раньше, я вам, как вы знаете, в наборах вообще нулевых годов, у нас изображение, которое было на лицевой коробке, оно встречалось полностью на всех страницах. А здесь вот раз там был, и вот где-то еще, и еще вот тут Йода был. Так, ну и какие у нас наборы были в 2013 году. Два небольших батлпака, один посвящен у нас битве на Range Noises, это у нас потом набор Старой Республики, очень интересный истребитель за 95-й, A-Wing, AT-LT и не менее неинтересный, уже раритетный набор. Это у нас пещера Ранкара, куда у нас падают все нерадивые гости Джаббы Хата. Это, в общем, вот такие у нас наборы, богатые вот такие наборы у нас был в 2013 год, и LEGO Service, LEGO Club. Так, ну, сам набор. Сам набор я хочу начать не с фигурок, а с постройки, потому что данный шагоход заслуживает своего определенного внимания, потому что, ну, на мой взгляд, он получился достаточно нерадивый. Любит частенько LEGO преувеличивать размеры разных шагоходов, построек, звездолетов. И это тому не исключение, вы видите, что данный шагоход в действительности очень гигантский и не выполнен примерно хотя бы в одном масштабе с мини-фигуркой. Кстати говоря, этот набор мне достался совершенно бесплатно, скажем так, как возмещение за некачественный набор под артиклом 75036 Войны Утапао. Он мне достался бесплатно, но я его собирался покупать. Вот сейчас он примерно стоит на виду где-то 1300-1400, где-то за 1500 его можно взять. Но я его почему-то хотел взять, во-первых, мини-фигурка, мини-фигурки в данном наборе, но о них чуть позже. И, естественно, сравнить данный шагоход с последней версией шагоходов 501 Легиона из набора 75-280. Ну, вернемся к данному шагоходу. Функции у него ограничены, пушка у нас поворачивается вот так вот на 180 градусов и ничего более. Что интересно, так вот эти ноги у нас более не сгинаются, то есть шагоход нельзя больше нагнуть, потому что у нас все здесь вот так зажато по функциям. Их можно только немножко разогнуть, но, скажем так, добавить эффекта движения, но выглядит это, как вы видите, не очень, да? То есть шагоход у нас постоянно вот так стоит и будет всегда стоять. Не наклонить, не отклонить. И, блин, он просто гигантский. На самом деле по дизайну, по проработности достаточно хороший для 2013 года, наверное. То есть у нас здесь изображены все механизмы поворотные на ногах. Что мне абсолютно нравится, это гигантские лапки. Они просто гигантские. Вот если взять мини-фигурку и сравнить, то есть, ну, с мини-фигуркой. Лапки очень гигантские, они очень близко находятся. Вы это видите, немножко даже цепляются. Но это не айс. По управлению здесь, ну, ничего, просто обычный рычажок, ничего такого особенного. И наклеечки. Наклеечки действительно хорошие, они радуют. Две прозрачные и две у нас вроде как непрозрачные. Или прозрачные. Не прозрачные. Или непрозрачные, ребят. Не прозрачные, прозрачные. Поэтому у нас эффект все сходит. Хотел сказать, что вот в 2013 году делали так, что цвет наклейки соответствовал цвету деталей, а это прозрачная просто наклейка. Так, мини-фигурки. Отдельного внимания у нас заслуживает вот такой Драйдека Снайпер. Он не появлялся в арке про Умбару, насколько я помню. Если не прав, то напишите обязательно в этом комментарии. Но он тоже заслуживает своего внимания, потому что данная мини-фигурка Драйдеки очень интересная. Очень, скажем так, действительно проработанная. Похожая, возможно. Ну, и непохожая тоже. Потому что, насколько я помню, у Драйдеки вот так вот щит опускался. И он мог защищать свой основной корпус, свой головной мозг от попадания. Данный Драйд у нас является достаточно сильным противником, как обычный Драйдека с полем. Но только у него здесь такая сильная установка, которая пробивала насквозь небольшие спидеры. Следующая мини-фигурка, к сожалению, эта мини-фигурка не из данного набора, но я все равно о ней расскажу. Это у нас Драйд Камандос. Здесь у нас обычный Драйд Камандос, не Драйд Капитан Камандос, который должен быть в этом наборе. Но все-таки тоже он имеет место быть. Здесь хорошо, что хотя бы это положили. Это у нас Драйд Камандос из Баттлпака 2012 года, где у нас есть Арк Труппер и РФ Солдат. Ну, мини-фигурка достаточно интересная, впрочем, как и сам Драйд Камандос в мультсериале. Очень сильный Драйд. Ну, следующий у нас клон Пицца Первого Легиона. И, наверное, тоже, насколько мне не изменяет мне память, это единственная версия клона Пицца Первого Легиона именно по мультсериалу Война Клонов. Именно по мультсериалу, ребят, потому что у него под шлемом вот такое вот старое лицо клонов, которое у нас выпускалось с 2011 года, мультяшное такое. Достаточно интересные у нас классические старые принты. У него синие руки, отметка Пицца Первого Легиона, вот этот значок. Принты на ногах, что тоже не может не радовать для 2013 года. И вот такой вот у нас принтик сзади. К сожалению, не добавляло Лего здесь никаких эффектов потертости, устарелости, пробоин. Но фигурка тоже интересная, очень такая хорошая. Интересно будет ее сравнить с мини-фигурками клонов из 280-го набора. Ну и последняя фигурка данного набора это Магистр Йода. Вот такой вот мультяшный Магистр Йода. На самом деле, очень неоднозначное мнение ходили у фанатов по поводу данного Магистр Йода. Потому что, ну, он не похож, естественно, на того, которого мы привыкли видеть, но он похож на свою мультяшную версию. Данная версия Магистр Йода у нас выпускалась только в этом наборе. Чем он у нас отличается? Это у нас цвет, ну, вот этого нижнего одеяния, скажем так, и цвет волос. Здесь у нас беленький он такой, а в других версиях он серый. Ну и тоже вот большой минус всех Магистр Йодов. Голова резиновая. И она достаточно легко потом со временем у нас отходит и болтается. Ну и чтобы вы понимали, чем он отличается от других версий, я не помню, откуда мне этот, но вот видите, да, окраска немножко другая. И цвет волос тоже, соответственно, другой. Ну и что я могу сказать по итогу, ребят? Что могу сказать по итогу? Для 2013 года достаточно хороший набор, достаточно хорошая цена, наверное, не помню, честно. Но шагоход в действительности очень неудачный. Набор, наверное, делался только из-за количества деталей. Запихнули нам сюда целых три мини-фигурки. Я считаю, что, ну, естественно, со временем Лего немножко исправилась. Порше 280-го, 280-го набора шагоход, насколько я знаю, чуть получше. Я обязательно его сравню. Но мод шагоход меня, конечно, не радует. Просто будет стоять на полке и все. То есть по функциональности он вообще не играбельный никакой. А мини-фигурки достаточно хорошие. Ребят, мне на этом все. Наверное, 8 из 10 я поставлю этому набору. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Пишите свое мнение, понравился ли вам данный набор. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы укладываем обзор на Лего и аналоги. Всем пока.